И всем привет ребят, с вами Мстерманик, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас начало обзора новых обновленных вооружений и мне уже есть что вам показать. Сегодня у нас на обзоре одно из самых жестких вооружений, которое было замечено с последнего обновления и сразу же я вам готов его представить. Сегодня мы сыграем на паладином молоте. Паладин это тот корпус, который за последнее время особо не менялся и все так же находится в хорошей мете. Ну и молот, который обновили, которому дали больший урон с устройством адаптивной перезарядкой. Мы сегодня поиграем и по дрону у нас будет Кризис. Это тот самый дрон, с которым это вооружение приобретает нереальную мощь. Если у нас на прошлых выходных и еще недели ранее я играл на Ареса Громе и он супер эффективно себя показывал. И я уже думал последние два дня, что даже не будет такого вооружения, на котором можно будет поиграть примерно так же, как на том Ареса Громе и повытворять то, что можно было сделать на нем. То сейчас мы нашли новое супер крутое вооружение, именно паладином молот. Паладин почему? Паладин за счет прожатия своего овердрайва наносит пробитие по противнику. Ну а этот молот наносит с ДДшки более 3000 урона. То есть вы ваншотите любой средний и соответственно легкий танк противника. Ну а что касаемо формата, то штурм это идеальный формат, где либо противник хочет вести флаг и вы с точки зрения защиты, то есть играете на вражеской базе, либо же вы играете за атаку и при этом раскладе тоже наносите большое количество урона, потому что противник кучкуется и пытается задефить. Нас запикивает не на самую, конечно, крутую карту, это карта Red Alert за деф, но даже на этой карте, поверьте мне, сейчас у нас получится сделать хорошие циферки. Также надо будет посмотреть, если что, переодеть резисты, если в этом будет необходимость, но пока что у нас еще полноценно, можно сказать, игра не началась, поэтому я просто на накидочки красиво играю. То есть это по сути вечный молот. Если у вас нету супер жесткого противника, либо там типов, которые у вас стрим снайпят и которые вам мешают, то это вооружение дает вам возможности играть с постоянно имеющимся молотом. То есть вы даже часто особо не должны переключаться с ДДшки на ДАшку, вы должны просто жить на ДД и накидывать безумно большое количество урона по противнику. Вот, например, такого харька, даже если он прожимает аптечку, так же само если это будет средний танк, если он будет прожимать аптечку, вы все равно будете уничтожать. И это будет супер круто работать. Так, где-то голд был, он там был, понял. Так, ну еще можно контролировать дроповый овердрайв, потому что овердрайв в нашем случае это очень полезная вещь. Я уже чуть-чуть киллов здесь сделал, и зидочка у нас появляется. Ну посмотрим, сколько в рамках вообще этого боя мы нанесем здесь урона и сколько дадим киллов. Но что-то мне подсказывает, что здесь можно будет очень много вкидать. Двенашка уже есть за 2 минуты. Вот это работа начинается, вот это работочка, вот это даже 30% резисты, это все фигня. Криты у нас вылетают и работа продолжается. Так же мне безумно нравится то, что с кризисом можно пробовать вот так вот быстро там лететь, догонять типов. И потом уже на врывчике их быстренько сбривать. Это тоже супер эффективно работает. Здесь мы овердрайв прожимаем, чтобы противник был ваншотный. Ну и начинаем тоже раздамажечку легкую делать. Так, здесь есть диктатор, диктатор разбриваем, ханта разбриваем. Единственное, что еще неприятно работает против этой комбинации, это дрон-подрывник. Вот подрывник это такая супер бесячая вещь. Но даже с ее возможностями, я думаю, что можно тоже нормально себя комфортно чувствовать в матчмейкинговых боях. Так, противник один у нас выходит, у нас уже 18 киллов за 3 минуты, если что. Если что, это очень хороший результат. И поверьте мне, это никак не зависит по большей части от противника. То есть вы если думаете, что тут просто крипы запикались и поэтому у меня такое большое количество киллов. Нет, это так не работает. Здесь я вам скажу, что даже с хорошими противниками у вас будет возможность набивать большое количество киллов. Просто за счет этой замечательной комбинации. Так, по хоречку накидываем. Ай, чуть-чуть не успел пережаться. 23 на 6 ведем. Ну, даже если это будет долгая каточка, ничего страшного я в этом не вижу. Единственное, как я уже сказал, надо стараться контролировать овердрайв. Без овердрайва здесь будет потяжелее. Поэтому чуть больше надо на контролинг овердрайва и на контролинг противника, который везет флаги. Потому что если вот так вот нам будет возить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Так, я вижу, что мне надо взять иммуночку от поджога. Потому что здесь есть парочку замечательных молотов. Ой, молотов, жиг. Есть рикошет. Два рикошета. Жига. Две жиги, два рикошета. И что тут еще интересное можно взять? Рельсу, да? Хорошо. Услышал. Услышал. Резистик я себе уже, в принципе, нашел. Который мы возьмем. Так, это жига, рикошет, рельса. И иммуночку от поджога. Так, жига. Жига, рикошет и рельса. И иммуночку на корпус от поджога. Ну все. Максимальная комбинация удобная для того, чтобы набирать большое количество очков. Плюс не забывайте то, что я сейчас играю еще и на броненосце. То есть это вообще должно быть супер круто, супер эффективно. Ну и наша задача, конечно же, выиграть эту замечательную катку. У нас уже появляются у противника резисты в большом количестве от молота. Резисты работают бесспорно. Резисты это та вещь, которая может подсейвить от этой комбинации. Но только не в том случае, когда у вас есть овердрайв. Когда у вас есть овердрайв, без разницы, что там. Есть там резист, нету резиста. Ну конечно, есть еще одна супер... Ой, блин. Вот о чем я говорил, подрывники эти. Зараза, вот они, конечно, кошмарят жестко. Есть еще одна, конечно, проблема в виде того, что может быть одет резист. И плюс иммуночка от пробития. Это тоже, как бы, такая контра неплохая. Но не так часто игроки играют на таких вещах. Поэтому, в принципе, ничего страшного нет. Вот подрывник это супер... Супер жесткая контра, которая работает. Так, Харек прожимает аптечку. Но ничего, мы его третьим молотом забираем. Диктатора с двух выстрелов забираем. Викинг на ваншотик. Еще один викинг на добавочку. Так, здесь по диктатору... Ну, одну тычку хотя бы успел дать. 32 килла у нас уже есть. Сколько здесь мы можем дать, интересно. По-хорошему, нам бы выбить здесь какую-нибудь... Какую-нибудь шестьдеточку. Я думаю, было бы неплохо уже. Так, ну и, конечно, плохо, когда ваши тиммейты забирают у вас килл. Это тоже, конечно, не супер приятная вещь. Но что поделаешь. Ничего в этом плане вы поделать не можете. Если у вас забирают килл, надо... Как-то играть больше от вражеского спауна. Да, то есть стараться не играть ближе с вашими тиммейтами. Стараться делать дистанцию и разницу уже ближе к противнику базе. Тогда у вас все будет четко, суперэффективно и круто работать. Так, этого я успею забрать? Нет, не успел, к сожалению. Ну, тут резист. Резист хотя бы раздамажил, хотя бы без артечки оставил. Уже, в принципе, неплохо. Так, жижечку мы забираем. Собираем. И еще одного молодого здесь, я думаю, что должны забирать. Диктатор прожимает овердрайв. От молота я резист не взял, да? Да, от молота я резист не взял. Ну ладно, ничего страшного, в принципе, в этом нет. Сейчас попробуем вот этого вот еще подзабрать бойца. Так, по хантеру чуть-чуть демеджа. Чуть-чуть-чуть добавим. Еще, хорошо, супер. Так, и еще здесь по викингу. Блин, к сожалению, я его не добил. Но было бы неплохо, если бы мы его забрали. Тридцать семерочка! Тридцать семерочка! Уже за полбоя это очень-очень хорошо. Так, овердрайв есть. И, к слову, контролинга овердрайва дропового у меня в этом бою так и не было. Так, ваншотик красивый залетает. Вот вам резист. Вот вам. Еще один резист. И все эти резисты становятся просто ваншотниками. Вы просто ездите и кошмарите. Одного, второго, третьего. Здесь мог даже аптечку не прожимать, потому что у меня овердрайв работал. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну и вот так вот просто перелетаете. Хоп-хоп, добавочка. Хоп, еще добавочка. Еще добавочки. Блин, ну, к сожалению, я его не забрал. 43 килла. 43, 7 минут до конца. Скорее всего, у нас, наверное, здесь будет досрочка. Мне что-то подсказывает. Наши тиммейты особо килла вообще не делают. Исходя из того, сколько киллов я уже сделал в этом бою. Потому что 44-очку при любом другом раскладе. Ну, наверное, если бы я делал бы в ТДМке, то уже бы здесь у команды было бы, ну, наверное, около, около скольки киллов. Наверное, где-то около уже 120-130 при любом раскладе. Может, даже и больше. Но тут у нас в рамках штурма есть возможность чуть подольше поиграть. И чуть больше накидать. Это самое главное. 23 у нашего тиммейта. Еще одного. 7-12. Ну и плюс, нужно не забывать, что это катка 6 на 6. Да. И за счет того, что это катка 6 на 6, тоже она играется подольше. И у вас есть возможности большего наноса урона. Очень большое количество игроков также играет сейчас у нас на устройстве, которое называется дуплет. И оно по эффективности, ну, неплохое. Я бы не сказал, что оно прям там супер бомбическое. Я бы сказал, что оно неплохое. Неплохое. Но оно даже близко, даже близко не сравнится с устройством, которое на мне и с этой замечательной комбинацией. 48 киллов. Покатки ведем. Притом, хорошо ведем. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Отрываемся уже потихонечку. И нам надо сейчас еще попробовать здесь где-нибудь заехать к противничку стелсика. И накидочку оформить контент. У меня чуть минус не упал. Так, есть добавочка. Так, ой, я случайно молота разрядил. Случайно разрядил молота. И сейчас мне этого одного молота здесь не хватит против противника, да? Или хватит, не знаю. А, нормально, хватает. Я уж думал, мне не хватит и будет очень плохо. Так, по викингу раз, по викингу два, по викингу три. Хорошо, забрали. Диктатор овердрайв прожимает. Ну и здесь, наверное, мне лучше слиться. Наверное, мне здесь лучше слиться было бы. Но меня особо никто уничтожить не смог. И я ушел на перезарядку. Неплохая тут контра, конечно, залетела. Но ничего страшного в этом нету. 108 киллов, 53 килла у нас. То есть половину киллов чисто с этой катки сделал я. Так, прожимаем овердрайв. Хорошо, один килл есть. Второй килл есть. Третий на развороте. Только этот с подрывничком, поэтому чуть дистанцию делаем. Чтоб он мне не слил таким-нибудь магическим образом. Так, здесь по викингу сразу в спиночку. Хорошо. И здесь добавочку еще. Хорошо, супер, великолепно. 58 киллов. Так, неплохая контентовая реализация овердрайва на паладине. И после этого мне говорят, что овердрайва паладин в виде 20 секунд это нормальная вещь. Ну, если это нормальная вещь в виде 20 секунд работы овердрайва паладина, то вот такую реализацию вы можете демонстрировать с ним прямо сейчас. Это супер круто, это супер эффективно. И надо этим пользоваться, пока у нас есть такая возможность. 63 килла, 1000 очков в штурме за деф. И мне кажется, ну, при любом раскладе вот это вооружение работает что за одну сторону, что за другую. То есть здесь даже особо нету разницы, играете вы за деф, либо вы попадаетесь за атаку. То есть что там, что там, оно будет работать, и оно будет супер эффективно. Так, 3 минуты до конца, досрочку, я так понимаю, что мы сделаем сейчас. Это еще без контроля дропа овердрайва. Если бы я вообще здесь дропа овердрайва бы контролил, то здесь бы количество киллов бы мое могло быть еще бы, ну, не 66, а каких-нибудь 80 могло быть спокойно, при том, при том спокойно. Так, ну ладно, это уже, как говорится, ничего страшного нету. Так, викинг пытается на меня запушить. Так, так, миночку ему, хорошо. Забрали его. Слово, от миночки у вас баллон не перезаряжается, потому что вы делаете килл не... Молотом. Хотя, с другой стороны, килл-то есть, есть. И я бы, наверное, бы все равно бы давал бы перезарядку молота. Даже если вы добиваете мины. Но у нас такой, здесь перезарядочки нету. Диктатор, да пусть он едет. Ничего страшного в этом нету. Сейчас у меня еще овердрайв будет. И, по сути, с этим уже овердрайвом мы должны заканчивать эту катку. Прожимаем овер. Так, выпушиваем диктатора на ваншотик. Так, что тут у нас? Кто-то здесь... Где-то кто-то здесь есть. Кто-то тут за мной погнался. Кто за мной тут гоняет? Ой-ой-ой, Хантер! Блин, ничего себе, я не успел выстрелить. Что-то у меня реакции чуть не хватило. Чтобы его здесь забрать. Можно было бы еще его и дать. 7 скиллов на каточку. 6 на 6 каточку. Еще и с досрочкой. Но вообще бомба. Просто бомбочка. Просто бомбочка. И если сравнивать Осаду и Ареса Гром, то это вооружение, ну, мне кажется, может дать большее количество киллов. Больше. Больше. Единственное только это режим, знаете. Ну, не самый прям жесткий и не самый интересный. Но эффективность очень хорошая. Прям очень хорошая. Пишите, что вы думаете по поводу этого вооружения. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике снизу. Мой личный так это Tech Team P. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И, конечно же, участвуйте в розыгрыше. Вся информация есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.